В центре большой политики сегодня Туркменистан, столица этой страны, принимает саммит лидеров Содружества независимых государств. Накануне вечером в Ашхабад с рабочим визитом прибыл и Александр Лукашенко. Президенты намерены подписать пакет документов, которые до этого согласовали министра иностранных дел СНГ. Повестка нынешней встречи широкая. Подробнее о чем пойдет речь из Туркменистана наш корреспондент Наталья Стельмах. Совместная борьба с трансграничной преступностью, стратегическое сотрудничество в экономике, подготовка к общему празднику, 75-летию Великой Победы и масштабное спортивное состязание. Это те темы, которые сегодня в Ашхабаде обсудят лидеры стран СНГ. Саммит глав государств, пожалуй, центральное событие года для Туркменистана, который в 2019-м председательствует в Содружестве. Подготовка к встрече велась, по сути, на протяжении всего года. Финальные штрихи накануне внесли на заседание министров иностранных дел Содружества. Стороны согласовали программу по взаимодействию на внешнеполитическом поле, а также подготовили пакет документов для сегодняшней встречи глав государств. Темы для обсуждения во многом известны, однако новые информационные поводы в Ашхабаде наверняка прозвучат в заявлениях лидеров стран. Стоит отметить, что Беларусь старается максимально использовать подобные площадки для продвижения идеи мира и реального взаимодействия между участниками объединения, в том числе экономического. А для этого необходимо снять надуманные барьеры, мешающие взаимной торговле, и устранить бумажную волокиту. Мы глубоко уверены, что Беларусь была, есть и останется активнейшим участником нашего взаимодействия. Минск у нас неофициально считается столицей Содружества независимых государств. Там находится штаб-квартира исполкома СНГ. И я всегда говорил и говорю с благодарностью в адрес руководства Беларуси, что мы получаем там очень активную поддержку в нашей деятельности и в размещении штаб-квартиры и выдвижении инициатив. Сегодня в Ашхабаде будет принято окончательное решение по следующему председательству в СНГ. Как ожидается, его примет Узбекистан. При этом Беларусь согласилась стать сопредседателем. А уже в 2021-м к Минску перейдет статус председателя Содружества. С этой миссией наша страна уже неоднократно справлялась успешно. Площадка саммита предоставляет лидерам стран хорошую возможность обсудить темы не только на многосторонней, но и на двусторонней основе. Переговоры с зарубежными коллегами в Ашхабаде намечены у президента Беларуси. Не исключена в частности встреча с лидером Туркменистана. Ожидается, что Александр Лукашенко и Гурбангул Иберды Мухамедов обсудят разрешение спора по строительству горлыкского горно-обогатительного комбината и перспективы белорусско-туркменских взаимоотношений. Наталья Стельмах, Александр Зонов. Наши новости. Ашхабад. Туркменистан.